30-километровая зона отчуждения. Это просто ужас. Заехав туда однажды, вы обязательно отрастите себе третью, а то и четвертую, в случае бывали, руку, второй нос или даже глаз. Не верите? Спросите у американцев. Именно так они подают в большинстве своих фильмов в Чернобыль. Что же там творится на самом деле? Давайте узнаем. Поехали! Миф номер один. В Чернобыльской зоне нельзя ничего посадить. Например, картошку. Из-за радиации урожай аномально большой. Огород нельзя садить в зоне отчуждения вовсе не потому, что он вырастет размером с Тойоту. В зоне запрещено проводить без специального оборудования и разрешения любые земляные работы. Дело в том, что загрязняющие вещества, которые выбросил в воздух реактор при взрыве, осели на почве, в зоне и многих прилегающих районах. Самые загрязненные участки срезали и похоронили в специально отведенных местах. Остальные же природным путем размылись дождями. И чтобы не разворошить остатки радионуклидов в почве, в зоне нельзя просто копать. Даже все коммуникации, отопление, вода проходят по трубам над землей, чтобы не нужно было в случае прорыва выкапывать трубу. Кроме того, часть радионуклидов все же попала в подземные источники воды, и растения могут получить дозу из земли. Однако самоселам это мешает далеко не всегда. Зато землю можно использовать в других целях. Например, построить на территории зоны солнечные панели. Или использовать часть как площадку для постройки централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Законсервировано особым образом топливо из реакторов, которое лет через сто можно будет использовать в качестве топлива для реакторов нового поколения. Оба проекта позволят Украине быть независимой от внешних поставщиков энергии. Миф номер два. Опасно покупать чернобыльские грибы и черненькую рыбу из пруда охладителя. Во-первых, рыбу не так-то просто поймать. Видели видео с большими самами, которые как бревна плавают в пруду у станции? Они существуют. Людьми, правда, не питаются, но вылавливать с целью продать на уху эту рыбу точно не стоит. Что касается реки Припять, которая протекает через зону, она впадает в Днепр. Так что риск выловить облученную рыбу есть и где-нибудь в Черкассах. Самы достигают длины в несколько метров. Из-за того, что их никто не ловит, а наоборот периодически подкармливают с моста батоном. Самы видят и знают туристов и подплывают просить еду. В интернете очень любят рассказывать, будто это рыбы-мутанты. На самом деле обыкновенный сом – это крупнейшая чисто пресноводная рыба Европы. Средняя длина 1,3-1,6 метров. Но некоторые особи в определенных условиях вырастают почти до 3 метров. Что касается грибов, действительно, они лучше всего собирают радиоактивные загрязнения. Поэтому раньше рекомендованной чертой для грибников была округа Киева. Со временем ее поднимали. Тем не менее, некоторые виды грибов все еще фонят. Но получить с ними смертельную дозу радиации и умереть вряд ли получится. Количество грибов, которые потребляет среднестатистический житель страны, не столь велико. А вот риск выпить молока из тех сел Ровенской и Житомирской областей, которые попали под западный радиоактивный след. Зону, куда благодаря ветру разнесло частички из реактора, куда больше. Что же касается и яблок, черники и других овощей-фруктов. Всегда можно наткнуться на зараженный продукт, который собран в Полесских лесах. А вот срывать яблоки с деревьев во время экскурсии по Припяти, и тем более их есть, крайне не советуем. Там в почве еще слишком много вредоносных элементов. Миф номер три. Чернобыльские леса вырубают, и из них делают радиоактивную мебель. Еще одна городская легенда. Лес в зоне вырубают, это правда. Делают это с санитарными целями, чтобы лес не совсем дичал. В госагентстве говорят, что вся древесина проходит контроли и соответствует нормам. Хотя на рынке иногда говорят, что встречается фонящий лес-кругляк. Да, и даже если допустить, что какая-то часть леса из зоны попадет на мебельные фабрики, пока что не было замечено ни одного случая появления радиоактивной мебели на рынке. Сюда же относятся и фонящие батареи. На самом деле почти весь металлолом, который можно было тихо спилить и вывезти, уже давно вывезли. Остатки же объект Чернобыль-2, а также остатки техники постепенно дезактивируют и тоже отдают на переработку после предварительного прохождения контроля. Тем не менее, есть в зоне место, где растет странный лес, который уж точно не отвозят на мебельные фабрики. Это посадка сосен, которая расположена на месте рыжего леса. Этот объект, небольшой участок леса, преимущественно засажены соснами. Первым принял на себя радиоактивный удар. Эти сосны были выкорчеваны и похоронены в специальных траншеях. Новые деревья, выросшие на этом месте, показывают отклонение от развития, схожесть с кустарником из-за небольшой высоты, нетипичное расположение хвои. Но биологи отмечают, из семян этих сосен вырастают абсолютно нормальные деревья. Просто это локальная попытка растений приспособиться к конкретным условиям. Миф номер 4. Люди не смогут там жить еще тысячу лет. И да, и нет. Пятикилометровая зона возле станции будет очищаться еще минимум 24 тысячи лет. Именно столько потребуется для полураспада изотопа Плутония 239. Поэтому Чернобыль имеет все шансы стать памятником тому, как природа отвоевывает свое. Ибо люди туда придут еще совсем не скоро. Но вот на большей части 30-километровой зоны можно будет безопасно передвигаться и даже жить. Собственно, для жизни самоселов большой угрозы нет. Даже сейчас во многих населенных пунктах зоны, да и в самой Припяти, радиационный фон ниже Киевского, не говоря уже о Центральной Украине. Дело в том, что регион вокруг ЧАЭС, леса, центральная же часть страны, расположена на геологическом образовании, украинском кристаллическом щите, который сам по себе немного фонит, как и все, что находится в земле. Зона отчуждения же, благодаря тому, что радиация естественным путем снижается с каждым годом, а также в прямом смысле вымывается из окружающих объектов, показатели во многих местах ниже, чем даже в столице. Миф номер пять. Припять – полностью мертвый город. Многие думают, что в Припяти уже давно никто не живет. На самом деле, даже сейчас там живут люди. Конечно, это не гражданское население, а работники станции. До 1998 года в Припяти для работников зоны работал бассейн «Лазурный». А сейчас работает припятская спецпрачечная, где стирает загрязненную одежду. Выглядит прачечная точно так же, как в игре «Сталкер». Работники зоны отчуждения живут в городе вахтовым методом в общежитиях. Общежитие размещается в бывших жилых домах. Там есть вода, свет и отопление. Мебель внутри вся местная, из доварийных времен. Быт рабочих довольно скромный. В каждой из комнат небольшой трехкомнатной квартиры живут по два человека. Внешне Припять напоминает обычный провинциальный город. Однако есть одна особенность. Там очень чисто и постоянно что-то метут. Повышенные требования радиационной безопасности. Для нормальной защиты города и для контроля проживающих людей на территории Припяти образованы подразделения полиции и охраны. Также на территории города проживает персонал, который косвенно относится к ликвидации аварии. Такими людьми являются дозиметристы. Их обязанность следить за уровнем радиации в городе, искать варианты ее снижения или уничтожения, а также медперсонал и другие. В Припяти живут люди, которые изучают животных и растения. Они ставят камеры-ловушки, которые круглые сутки снимают все лесные массивы и просторы города. Миф номер шесть. ЧАЭС после аварии не работала. На самом деле после аварии ЧАЭС работала еще довольно продолжительное время. В 1986 году ввели в эксплуатацию энергоблоки номер 1 и 2 ЧАЭС. 31 декабря 1987 года решением правительственной комиссии утвержден акт приемки в эксплуатацию третьего энергоблока ЧАЭС после ремонта восстановительных работ. Строительство пятого и шестого блоков было прекращено при высокой степени готовности объектов. Было много претензий зарубежных стран по поводу работающих ЧАЭС. 22 декабря 1997 года признано целесообразным произвести досрочное снятие с эксплуатации энергоблока номер 1, а 15 марта 1999 года и энергоблока номер 2, остановленного после аварии в 1991 году. И только 15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу президента Украины во время трансляции телемоста ЧАЭС, Национальный дворец Украины, по воротам у ключа аварийной защиты пятого уровня АС-5, реактор энергоблока номер 3 Чернобыльской АЭС был остановлен навсегда. И станция прекратила генерацию электроэнергии. Миф номер 7. Ликвидаторов заставляли ехать на ликвидацию в Чернобыль. Все ликвидаторы были добровольцами, никого не заставляли туда ехать насильно. Было много тех, кто отказался, и при этом никого за это государство не преследовало. Их не выгоняли из страны, не лишали гражданских прав, не увольняли с работы, не лишали наград. Это один из распространенных мифов о Чернобыле, что якобы всех скобом собрали и отправили ликвидировать аварию. Ни у кого ничего не спросив. Все, кто занимался ликвидацией, были профессионалами, лучшими специалистами, отобранными со всей страны. Более того, люди считали за честь, если их выбирали и отправляли на станцию. Это было признание мастерства на самом высоком уровне. Миф номер восемь. Главными героями ликвидации были пожарники. Мы нисколько не уменьшаем заслуги этих парней. Но немного обидно, что забывают о сотрудниках ЧАЭС, которые точно так же тушили огонь. Но не на кровле, а в самой станции. Сотрудники сознательно шли на смертельный риск, чтобы открыть вручную задвижки аварийных систем охлажденного реактора. От сверхдос радиации погибли 22 сотрудника станции. Чтобы вы по достоинству оценили этот подвиг, я расскажу, как в аналогичной ситуации действовали на Фукусиме. Там тоже возникла необходимость вручную открыть одну из аварийных задвижек. Сотрудники пошли, но когда дозиметры показали превышение нормы, все вернулись назад. Вполне возможно, что если бы они, как и наши ребята, пошли на риск, в Японии не было бы серии взрывов реакторов. Миф номер девять. Для того, чтобы не допустить радиоактивный дождь над Москвой, его специально вызвали над Белоруссией. Белорусских СМИн печатали рассказы очевидцев о том, что сразу после катастрофы около города Гомель выпал дождь черного цвета, через несколько дней желтого. А накануне в небе якобы видели самолеты, которые сбрасывали разноцветные вещества. Вывод напрашивается сам собой. Кремль пожертвовал судьбой белорусов, вызвал искусственный дождь, чтобы не пустить к себе грязные тучи. А десять лет назад уже российские журналисты раскопали документы о подразделении «Циклон». Согласно им, военный бомбардировщик действительно несколько недель вызывал осадки в районе 30-километровой зоны. Но, по словам российских ученых, сотрудников отдела физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории, очевидцы и журналисты несколько исказили реальность. Россия не признает факт рукотворных дождей, но подчеркиваю, делалось это, чтобы не допустить ливни непосредственно над ЧАЭС и предотвратить смыв радиоактивных загрязнений в приток Днепра реку Припять. Миф номер десять. Переселение людей из города Припять и прилегающих территорий было плохо организовано. Эвакуация жителей 50-тысячного города была проведена быстро. Несмотря на то, что по действующим тогда нормативам эвакуация была обязательно только в случае достижения дозы 750 мзвертов, решение о ней было принято при прогнозированном уровне доз меньше 250 мзвертов, что вполне соответствует сегодняшнему пониманию критериев экстренной эвакуации. Информация о том, что люди получали большие дозы радиационного облучения в ходе эвакуации, неправда. Ну что ж, на этом все. Какие бы мифы и легенды не ходили по всему миру, верно только одно – это был настоящий и самоотверженный подвиг. Хочется пожелать долгих лет жизни тем, кто не щадя себя выполнил долг, на который мы, современники, отважились бы, мягко говоря, с трудом. Что ж, увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока.